Здравствуйте, друзья! Маленькая поправочка. Я в кино сказал четыре слова, как актёр. Поэтому я не актёр совсем, ужасно пою в камеру. Просто каким-то образом это закралось в моё резюме. Здравствуйте ещё раз. Очень приятно опять быть в Алматы. В замечательном городе, с которым у меня связано огромное количество воспоминаний. И детство. Здесь жил мой дед, моя бабушка, к сожалению, они уже ушли. Преподавал здесь, он был офицером. И позже я здесь снимал в Алматы картину, базируясь на казахфиле «Возвращение вам». И вдвойне приятно быть на таком замечательном мероприятии. Потому что вот я вижу здесь, в этом зале, фактически исключительно молодые лица. Это замечательно, потому что с молодыми людьми разговаривать, на мой взгляд, гораздо интереснее, ответственнее и волнительнее. Можно теперь я присяду и мастер-класс. Ну, видите, мастер-класс – такая штука. Надо быть мастером для того, чтобы проводить мастер-класс. Я себя мастером не считаю, поэтому пусть это будет в такой небольшой форме творческой встречи, что ли. Я чуть-чуть расскажу про себя, покажу вам немножечко картины забавных. А потом, если вы захотите и от скуки не уйдете, зададите мне несколько вопросов. Мне 50 лет, через 3 месяца, 15 января, на самом деле, меня по паспорту зовут не Егор Кончаловский, а Георгий Михалков. Так вышло, что меня стали называть Кончаловским «Свет за моим отцом», потому что он тоже Михалков, на самом деле. Но 3 Михалкова на одном Москве было бы тесновато, поэтому в свое время мой отец взял себе псевдоним Кончаловский, а меня стали звать за ним. Мама моя Наталья Альбасарова, актриса, казашка, живет в Москве. Учился я в 12-й СП-школе в Москве, учил французский язык, так если быстренько рассказать. Потом, и это я отдельно подчеркну, у меня было удивительное рабочее место, я был водителем бетоновоза, я ездил по Москве, возил бетон в такой вот крутилке, вот, несколько месяцев. Потом я служил в Советской Армии в течение двух лет, был заместителем командира взвода. Причем, как, может быть, не полноценному казаху, но наполовину казаху, у меня мама казахка, служил я в кавалерийском полку, то есть я был сержант кавалерии. Больше этого рода войск, как вы понимаете, не существует, но в 80-е еще, еще, последнее в Советском Союзе кавалерийское подразделение, еще, когда жил, мне довелось там служить. Потом так вышло, что я уехал на Запад, учился 8 лет в разных местах, в Оксфорде, в Лондоне и закончил Кембриджский университет по специальности искусствовед. Но искусствовед из меня получился не очень хороший, честно вам скажу, и никогда не хотел этим заниматься. А куда идти человеку, который ничего не умеет? Конечно же, чего-нибудь снимать. И как раз тогда в нашу страну пришел капитализм. А что является двигателем капитализма? Двигателем капитализма является, естественно, реклама. И возникла необходимость в людях, которые могут снимать красивые, короткие истории, которые заставляют наивных людей покупать шоколадки, печенье, выбирать губернатора и так далее. Это было очень востребовано. И надо вам сказать, что вот нынешнее поколение... Привет! Я Денис Востоков. Нынешнее поколение... У меня не нынешнее, а мое поколение. Уже нынешнее поколение, уже с 11-го поколения. Кинематографисты в основном пришли из этого жанра. Это и, хорошо вам известный, Тимур Пикмамбетов, мой товарищ. Это все от Банка Империала, эта война начиналась. Это и Федя Бударчук, хотя Федя больше клипа любил музыкальный. Это и Юра Грымов, и Филипп Янковский, и ваш покорный слуга. Кино тогда не было. Это были 90-е годы, начало 90-х годов кино не было. И мы очень хорошо, на самом деле, в обе индустрии работали. Когда в 98-м году появился замечательный продюсер, но он уже давно был продюсер Игорь Толстунов, он до сих пор успешно трудится, и он мне предложил снять первую картину. Первую картину, которую я не очень-то не хотел снимать. Просто, если честно, я подумал, а если я откажусь, то почему, по какой причине я откажусь? И я понял, что единственная причина, которую я могу найти для того, чтобы отказаться, это, собственно, потому что я испугался. И поскольку я понял, что, ну, даже если кино не получится, тогда-сюда все равно меня в тюрьму не посадят, там, квартиру не отнимут, и я решил рискнуть. Вот, и таким образом, значит, появился первый фильм с Сашей Боловьевым, Александром Боловьевым и Амалией Мордвинова. Я очень боялся на эвифе, но это эпидемидая картина, и в этой картине была эротическая сцена. Я никогда не снимал эротические сцены в жизни, и очень волновался, как это все делать. Причем она в бассейне происходила, эта эротическая сцена, а был уже сентябрь, хозяина этой дачи, на которой мы снимали, они их экономили на отоплении, и вода была холодная. И у Саши, который здоровый мужик, такой мощный, и Амалия, которая худая совершенно, кожа до кости, оказалась совершенно разная реакция на холодную воду. Саша стал красным, как рак, огромный красный мужик. И, значит, он обнимает худую синюю женщину. И если честно, я сейчас маленький эпизодик покажу, мы не эротички. Я смотрю в этот монитор и думаю, вот огромный красный мужик обнимает эту синюю женщину, эротика это или нет? Заводит это меня или нет? Подзываю мужиков, ребята, посмотрите, это секс? Он говорит, блин, что это так? И я от ужаса наснимал три часа материала, потом Игорь Толстунов приезжает, говорит, а что там Егор снимает? Покажите какую-нибудь кассетку. И так получилось, что ему дали кассету, еще тогда ВХС-ли эти кассеты были, двухчасовую кассету, где, значит, красный Саша обнимает синюю Амалью, два часа. Он из-за Игоря Егорова. А ты уверен, что мы снимаем то кино, о котором договаривались? Вот. Ну, слава Богу, каким-то образом это кино, в общем, случилось, и он мне предложил снимать следующую «Охоту на пиральню», но вот эта уже работа не случилась, ее сняли спустя десять лет. И чтобы подтвердить все то, что я вам сказал, вот реклама с того, что вы начинали, я вас попрошу два первых отрывочка. Это рекламка, которую буквально недавно я снял, просто как ностальгия. И маленький кусочек из фильма «Затворник», если можно, а потом по носу. «Мне нужна новая обувь!» «А мне вкусные солнышки!» «Для концерта один час остался!» «Проблем нет, дорогой! Иди с Висталика!» «Ничего страшного! Можно оформить рассрочку всего за десять минут!» «Аградины Хрест Валерия!» Просто немного показать рекламу, потому что с этого, собственно, моя школа, если хотите, кинематографическая, это была площадка рекламных роликов. И был такой момент, когда, как получилось, что я снимал десять роликов подряд шоколада. И, конечно же, у меня оставался ящик шоколада потом. Я вынул из холодильника перегородку просто ящик расставил шоколадом. У меня в холодильнике днем стоял ящик с шоколадом. И я его не ел. Вот в таких прыщах ходил. Вот в таких. Егор, ну а вот скажите, это же современный был ролик? Это вот сейчас, да, это современный. А вот для вас, как для режиссера, это не понижение в должности после антикиллера снимать снова малую форму такую? Нет, мало того. Я опять клипами завелся. Ну, кризис. Надо сказать, кризис. Что там мы будем врать другую другую кризис? И мне кажется, что это так. Во-вторых, я к рекламе очень нежно отношусь. Хотя многие, наверное, ее не любят, когда прерваются любимые сериалы и так далее. Но я нежно отношусь к рекламе, потому что вообще реклама очень тонкая штука. Гораздо тоньше, чем кажется, когда ты смотришь. И, кстати, чем некрасивее и хуже ролик, как бы так, внешне, вот как МММ в свое время, которые все обманули всю страну, примитивнейшие ролики были, но это дикая школа, если хотите, работы с массовым сознанием. То есть, если ты хорошо понимаешь рекламу, тебе, скажем, в коммерческом кино, в коммерческом кино, где есть определенные, конкретные, достаточно ясные цели, гораздо легче. Поэтому нет. Я любые совершенно жанры продолжаю любить. Вот сейчас я только что струбисировал сериал, сейчас буду снимать сериал, тоже как-то сериал, не кино. Мыло. Нормально. Мыло – это… Есть сериал, есть мыло. Есть все-таки разница. Есть определенная разница. Мыло – это неплохо, кстати. Давайте вот второй кусочек. Это вот «Самалья Марквина». Сейчас она не синяя. Здравствуйте. А Худакулы где жили? Худакулы где жили? Простите, пожалуйста. А вы давно где жили? Разживая, как вы делаете? Видите ли, я журналистка, и спешу материал об очень известном писателе. Он родился еще в этом доме. Солнышевич, может здесь кто-нибудь когда-нибудь? Или здесь? А теперь здесь живу я. Там, отсюда. мы снимали в доме а хозяйка дома абсолютно алкоголичка это актриса а хозяйка колечко вот в этом виде а мы там уже съемочную группу вокруг а а не будь дурой и так стала отвечать а ничуть не потратить а ничуть не потратить вот а ну дальше значит потом я у своего помощника нашел книжку антикибер и прочитала и отругал его страшно что ты читаешь вот что ты читаешь лучше бурнина почитал на следующий день мне предложили снимать антикибер убили я отказался я отказался я должен снимать охоту на пиранию которую потом с успехом сняли правда у меня вместо миронова должен быть балуби а мошков так и должен оставаться вот и вдруг этот проект разваливается гусинский уехал гусинский в израиле и гусинский финансировал проект и продюсер антикиллера он теперь все равно разгонился проект группа есть все есть давай снимем я говорю давай кто антикиллер он говорит ну давай господи я говорю гоша отлично и мы значит стали снимать эту картину которая вообще на самом деле антикиллер знаменит тем что это был первый фильм российский который прокатчики взяли в прокат для этого брали только американское кино а наши куда-то сливали на телевидении такая не было пока что у затворных и не было пока антикиллер почему они решили рискнуть и взяли антикиллер в прокат и так получилось что фильм оказался довольно успешным в прокате и соответственно вы сняли сразу же второй антикиллер и мне очень повезло потому что в это время это был девяносто девятый 2000 год кино еще было очень мало очень мало кино было и поэтому замечательные народные артисты ульянов царство и небесное шакуров сергей белярский иван бортник это если более старшее поколение саша балую женись горжи пациента витта сухорубов более младше поколение все согласились на небольшую роль и в этом на самом деле я считаю и был заложен успех антикиллера потому что актеры соскучились по хорошему качественному кино и поэтому народный артист ульянов игравший жук согласился играть вора в законе отца это был удивительный удивительное эксперт испытание и опыт удивительный и собственно говоря я очень скучаю по этому времени поэтому можно попросить два маленьких отрывочка следующих антикиллер антикиллер два спасибо Стволы предлога. Вот! Вот что нам надо! Стволы! Наша сила! Начало нашего бреда! Мы, викинги! Мы врождены для войны! Всех убить! Все! Нет! Мы победим! А если нас убьют, все равно мы победим! Потому что после смерти попадем туда! Волхау! Вот! Волхау! Смечаем в руках! Мы не можем проиграть! Мы бессмертны! Иван Гортник, когда он пришел снимать в «Интикиллер», поскольку он играл старого советского ворона, такого, да, фраера, ну как это называется, да? Не ворона, а фраера, да, теплоплова, да? Вот! Он говорит, а давай я на это самое... Вот говорить какие-нибудь фразочки. Он несколько фразочек придумал. Вот одна из них звучит так. Гребаный экибастус! Ну, это рука, рука, что-то... В экибастусе было много лагерей! Вот! Ну, типа, его история оттуда идет. Вот, пожалуйста! Гребаный экибастус, ну, тесак! Нож, что ли? Ну! Вам для рыбы, для мяса? Вот это... У меня мясо. Да, это очень хороший нож. Да. Я рекомендую, да. Лазерная заточка. Бог не затупит. Салтоперси на ручке. Говоря, бежит вам и шнурок. Я не слышу. Казматики не забуду. Выбежит. Позвольте. Мне один шнурок. Как один шнурок? Ну, у тебя сейчас пара идет? Я не себе. Мне братан-инвалид всю жизнь в одном ботинке скачет. А со вторым тебя что буду делать? Другому инвалиду заделешь. Вообще, если честно, я считаю, что «Антикидов» — это комедия. Но я, по-моему, единственный человек, который так думает. А вот то, что вот когда себе сухоруков морду заживает, извините, иначе не назовешь. Я видел такую сцену. Каскадер, когда я служил в Курдивийском полку, мы с лошадьми часто работали. С нами работали часто каскадеры. Ну, естественно, пили, спадали, там все. Тельфи исполняли. И каскадер разбил себе лицо. Говорит, дай-ка мне ниточку с уголочкой. Вот, полил себе лицо и зашил. Перед зеркальцем. Потрясающе. Вот это оттуда. Это абсолютно реальная история. «Антикидов» был даже в прокате более успешен, чем первый. Но наши пути с этими продюсерами разошлись. И уже третий «Антикидов» — «Антикидов» ДК. Смоложение «Я». Я, честно, честно, даже этого не видел. Появился Женя Миронов. Появился Евгений Миронов. У меня позвонила другая продюсер. «Слушай, Женя Миронов принес сценарий. Отличный сценарий. Очень хотел бы тебя, чтобы ты себе снял этот фильм. Женя Миронов. Даже читать не буду сценарий. Снимаем». Но потом выяснилось, что сценарий очень-очень плохо. И поэтому... Ну, мы как-то выкрутились. Но на самом деле мы каждый день перед тем, как начинать съемки, мы каждый день час жили, сидели и думали, что мы снимать сегодня. Мы знаем, что мы будем снимать. Мы не знаем, как. Слова. Ссора с женой. А у нас текста нет. Как ссориться с женой. Целая сцена пятиминутная. Текста нет. Ну, вот Женя, я, мой второй режиссер, мы как-то вышли из положения. И на самом деле «Побег» картины Женя Миронов – это мой самый успешный фильм. Потому что его продают, ну, там, «Лёб» продают, не продают, не продают, не продают бесконечное количество раз. То есть он был очень выгодный проект с точки зрения коммерции. Почему я вообще о коммерции говорю? Потому что все-таки вот эти фильмы, которые я сейчас... Вот «Антикилер», «Антикилер-2», «Онча отновек» – это все-таки коммерческие фильмы. Это, собственно, фильмы, которые сделаны для кассы. Это бизнес. Люди собираются, продюсеры заработали на ЭПД и заработали. Можно следующий сюжет, пожалуйста. Просылайся. Ты спал. Нет, я был у твоего отца. Он мне сказал, что это я тебя тогда, что? Что это из-за меня? Нет, ты ничего не виноват. Я сама тогда с тобой. Прости меня. Тебя холла. Прости меня. Я тебя очень люблю. Я соскучился. Я хочу тебя. Почему? Почему? Ты должен быть жить. Не хочу. Не хочу больше. У меня нет больше всего. Мне нет, если бы хоть теперь. Как я никого. Ты же знаешь, что помни. Мы же собирались с тобой. И ты со мной. Я помню. Я помню. Я не испугался. Маленький. Ты не хочешь, ты не хочешь. Ты не можешь, ты не хочешь. Мне хочется, чтобы ты не дашь. Маленький. Я это постараюсь. Ты что должен сделать для этого? Ты знаешь, что. Ты не можешь, ты не хочешь. Спасибо. Там по фильму Женя очень много бегал, тонул, падал, ушибался. В общем, короче говоря, нанесли ему огромное количество физических увечий в течение этого фильма. Но самое опасное было, когда мы его тянули из болота, там вот такая сцена была, а он только что снялся в идиоте, идиот, только что прошел. И вышла статья. Ох, трудная эта работа, идиота тащить из болота. Вот так обидуется. Я продолжу. Да нет, я все хочу спросить. Вот вы все время говорите об успешности, да? Успешности того или иного фильма. Но вам же наверняка частенько говорили, ну, вот кино, оно должно учить, оно должно воспитывать. А вы говорите коммерческое, вот так, его нужно продать. Это бизнес. Вот где вы, так сказать, разделяете вот эти... А мы только три фильма, три отрывка посмотрели, а дальше воспитатель будет перейти. Нет, послушайте, все зависит от задачи. Честное слово, если делается коммерческое кино, в этом нет ничего плохого. Кино, как... Мы все любим эти фильмы, ходим на них. Не обязательно наши, там, по-российски, казахстански, американски, есть прекрасные фильмы. Вот, ну, просто есть разные фильмы, как есть разные книжки, есть разные жанры. И в то время меня больше всего интересовало, естественно, я так же, как и все наши небольшие российские режиссеры поделал болезнью благопастеризации. Вот такой фильмик снимаем, говоришь, чувствую, да, благопастер один, чувствую, да, за три копейки. Вот, поэтому трудно, не надо мешать. Вот мешать, когда ты начинаешь, пытаешься делать одновременно и воспитательный фильм, и Библию, и это самое, и боевик, тогда вот, может быть, и не получается. И, кстати говоря, вот последние российские фильмы, громадные, я не буду называть режиссеров, вот они это показывают, потому что они пытаются снять блокпастер, а снимают их, как авторское кино. И мы, и сам черт, и это самый не указ режиссеру. Вот, никто не может сказать, да вы, послушайте, не может быть фильм при часах, и вот никто не будет смотреть, нет, хочу. Ну, вот так. Вот, значит, затем... Появились французы, появились французы с проектом «Париж, я люблю тебя», «Париж, я люблю тебя», значит, первое, что они приехали, первое, что они сделали, приехали в Москву и найдяли меня, они мне предложили, что? Взяток. Я должен был им найти российские деньги, и они мне дадут откат. Я думаю, о, какие ребята хорошие, наши, наши, родные, с вами легко будет договориться. И я поступил еще лучше. Я деньги нашел, но им их не отдал. И снял на эти деньги «Москва, я люблю тебя» фильм, в котором участвовало 18 кинорежиссеров, и который, я был продюсер, и всего этого, снял две новеллы из 18. Но, что было важно, и для меня интересно, что этот проект запустил для меня еще два проекта, которые я с огромной нежностью вспоминаю. Это «Сердце моего Астана», который делался 20-летию независимости Казахстана, и тут будет отрывочек маленький. И «Баку, я люблю тебя» 23 октября, вот через пару дней у нас премьера в «Баку» этой картины. Новеллы о любви, в случае с Москвой они были по 5 минут, в случае с «Остановись в Баку» они были по 10 минут. И поэтому я надеюсь, что я не злоупотреблю ваше внимание, если покажу целиком 5-минутную новеллу, потому что она смешная. Можно? Новеллы о любви, в случае с Москвой они были по 5 минут. Новеллы о любви, в случае с Москвой они были по 5 минут. Куплю Изабелле розы. Нет, лилии. Так, не забыть Мама просила ромашки Почему ромашки? Стареет Мы первые приехали А мы первые подошли Но это наш город Но вы не справились Ну, никогда же не поздно все исправить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саунтин вумен, чьи дела? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего она орёт? Детей разбудили Тихий час у них Чего-чего? Ветер Неудобно Нарядный ствол На себе не экономим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ты помнишь, где? А ты помнишь, когда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уходим за фельмонарь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изабелла. Любовь моя, Изабелла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Там вот таких 18 новелл. Смешной Лёша Серебряков, знаете, артист Алексей Серебряков, пришёл ко мне и говорит, «Егорь, я хочу снять как режиссёр одну новеллу». Я говорю, Лёша, с удовольствием, пожалуйста, только у нас фильм о любви. Должен быть, какой-нибудь такой, ну, или смешной, ну, там, добрый, да, там, какой-то, или, там, о любви как-то, вот там. Он говорит, да, да, у меня есть очень хороший, добрый сценарий. Приносит мне сценарий, где пять минут ветеран пожилой хоронит собаку, а потом умирает у неё на могиле. Я говорю, постой, я рыдал, читая эту, но это не годится для нас. Он очень обиделся. Вот. Потом у меня была маленькая картина. У меня был фильм «Консервы». Я его не очень люблю. Если честно, поэтому даже его не вставил сюда, хотя такой большой, сложный, сложная картина. Вот. А потом был маленький фильм «Роза для Эльзы». Назывался этот фильм. Он, вообще, на самом деле, довольно печальный. Без хэппи-энда. Совсем без хэппи-энда. То есть, вообще, никакого там хэппи-энда нет. И рядом не валялся. Вот. И этому фильму очень не повезло, потому что тогда вновь избранный президент Дмитрий Анатольевич Медведев анонсировал свою речь. И НТВ-шники ничего лучше не придумали, как разрезать мой печальный, депрессивный фильм и вставить туда анонсы по месту во время выступления Медведева. Вот. После сегодня я посмотрел, и сказал, что вы с ума сошли, что ли? У нас президент первый раз выступает. Вы такую чернуху вставляете анонсы во время выступления. Поэтому этот фильм пару лет не показывали со страху. Но я его очень люблю. Можно следующий сюжетик коротенький. А вы еще уходите? Что же нам с того делать? Что? Пожалуйста. Уголен, ты кто? Нет, не бойся. Ты зачем? Ты показала? Мы сняли, Тиня. 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 Тиня. Откуда фотография? Из окна. Почему я здесь? Я. Я... Продолжение следует... Продолжение следует... Как они его пропустили, я не знаю, потому что я имею в виду, понятно, что телевидение хочет счастливых концов и прочих вещей, это понятно. Но каким-то образом я смог с этим фильмом, не то чтобы пролезть, но принял у меня канал, но, конечно, он не очень любит эту картину, хотя я и очень люблю «Розовый Эйз», посмотрите, может быть, одна из лучших моих картин. — Егор, а вот вы сказали, что консервы вы не очень любите, а вот вы чувство стыда когда-нибудь испытывали за свою работу какую-нибудь? — Да, постоянно. Это вообще, я считаю, что режиссеры, актеры, особенно актеры и режиссеры — это профессия неразрывно связанная со стыдом. Да, неразрывно связанная со стыдом, потому что якобы какие-то... Нет, мне никогда не бывало стыдно целиком за фильм, но очень часто, когда там вот сцена мне не нравится на длинной, я просто даже уходил, да, когда показывал, просто уходил, чтобы она скорее прошла, потому что она не получилась. — Конечно, конечно. И вообще, вообще, в кино мало, ну, очень трудно, что так можно сказать, «О, у меня вот на 95% все получилось, что я задумывал, хорошо, если на 50-60%, то есть, вообще, про кино говорят, что это кино — это такое искусство у потерянных возможностей, утерянных возможностей, нереализованных возможностей, вот, а раз нереализовано, а ты сделал все, что мог, вот тебе, соответственно, и стыдно». — Вот. После «Розы для Эльзии» настал прекрасный момент, когда мне настало время ехать сюда, в Казахстан. Арман Асенов — замечательный продюсер, который вот сейчас, в основании тем, что сделал несколько картин про первого президента Казахстана, пульт-лидера, большие проекты. Ну, вообще, вот один из самых активных, активных продюсеров, может быть, самый активный продюсер в Казахстане, мой друг хороший, позвонил меня, позвонил меня и предложил снять кино. Ну, вот, кстати, к вопросу о, там, воспитательном, да, к вопросу о воспитателе. То есть задача была, это фактически госзаказ, но без сценария задача была, во-первых, сделать картину о дружбе народов, потому что, я понимаю, это политическую задачу в Казахстане, как и в России, это крайне важно, чтобы люди дружили, чтобы нация была одна, несмотря на разные национальности. Вот, и была задача, а как лучше дружбу, лучше всего показать? Конечно, лучше всего, наверное, в экстремальных условиях. Война. А какая у нас была война недавно? Недавно у нас была афганская война. Вот, и сначала фильм назывался «Кара-майор», и этот «Кара-майор», он жив, жив. Да, Борис Тукенович. Замечательный мужик, за него шахмасуд, вот этот вот знаменитый паншерский лев, может быть, кто помладше не знает, был такой знаменитый афганский полевой командир, такой благородный аристократ, который вот с этим Борисом нашим Тукеновичем, они очень друг друга уважали, давали друг другу обещания разные, всегда их исполняли, вы нас пропустите, мы вас обстреливать не будем, там, и так далее. То есть очень, как бы, очень, так, джентльменски договаривались. И не побоюсь сказать, что, наверное, большинство военного руководства Казахстана сегодня, это так или иначе его, ну, ученики, что ли, да, или младшие сослуживцы. То есть, когда он был майором, они у него были, там, лейтенантами, а сейчас они высокие генералы, там, начальники сухопутных войск, и так далее. Вот, и мне очень повезло, что в тот момент нынешний Аким Астаны, Джекцепек, был министром обороны, а он кинематографист. Вот так случилось, где-то он кинематографист по образованию, по-первых, вот, и понимает, как киношников, и он очень невероятно нам помог, невероятно. И таким образом получился фильм «Возвращение ва». «Возвращение ва» тоже есть эротическая сцена. Вот самое удивительное, что первый, кто пришел на эти съемки, это был Борис Тукенович, наш военный консультант. Я говорю, Борис Тукенович, а чего вы пришли? Мы сегодня эротику снимаем. Он говорит, я консультант? Я говорю, консультант. Вот, и все, я буду видеть. Мы все, вообще, ну, выгоняете, когда такие вещи снимаешь, там, ну-то, стесняются люди, выгоняете надо всех. А он пришел, галстук, причем одел, а что он нарядился, пришел, нарядился, эротику снимаем, надо, получше выглядеть, наверное. Вот, я очень рад, что этот фильм в моей жизни состоялся, и я считаю, что вот это самая серьезная моя картина «Возвращение ва». Я познакомился с замечательными людьми здесь, в Казахстане. Страшно было в первый день, когда мы разводили сцену, развели с Антономом Антоном операторную сцену, а теперь ее надо делать. И мы поворачиваемся к нашей казахстанской группе, и стоит 60 казахов. А кто из них копать должен, а кто командовать теми, кто копает, мы не знаем, потому что мы еще не познакомились. Но через неделю все разобралось, замечательная группа, огромное удовольствие мы получили, хотя трудно было, объездили Казахстан в самые невероятные места, оборона нам помогла очень сильно. И этот фильм был выглянут на Оскар от Казахстана. Это был один год от России, шел Никита Сергеевич Михалков, мой дядюшка, с цитабелью. А от Казахстана мы с «Возвращением ва», и также мы на первом этапе благополучно вместе и выглядели. Ну, хоть вместе с Никитой Сергеевичем неплохо. Вот. Просто я вам хочу показать военную сцену из этого фильма. Вот мы ее сняли за 4 дня, а когда вертолет летит надо без цены, кто сидит в вертолете? Я. Я сижу и командую, как камера поворачивается. Вот. Очень-очень трудная съемка. За 4 дня мы это сняли, 300 десантников. Туда подъехать даже нельзя было, туда дорогу прочищали грейдерами, чтобы вообще мы въехали туда. Можно, пожалуйста, следующий сюжет? Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Слышишь? Мара! 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 Пойдем, Мара! 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 Спасибо. Это был последний фильм, который мы снимали на пленку. К сожалению, после этой картины пленка стала неактуальна уже, теперь цифра. Это и плохо, и плохо, и не то, что я плачу, чудовищный пленка, ай-яй. Но вот эта вся сцена, она снята вживую, там нет ни одного кадра компьютерной графики, это все живая настоящая сцена. И не могу не сказать про замечательных артистов, которые снимались. Это Сейдула Молдаханов, он наполовину казах, наполовину узбек, живет в Ташкете. Замечательный артист. Он играет героя Беи Гайджанова сегодня, то есть спустя 25 лет. Карлыгаш Мухаммеджанова, Фархад Абраимов. С ними была замечательная история. Сейдула, он худой, как палка. А Фархад Абраимов, он не такой худой, как палка, правда? Чуть потолще, чем палка, а фактически он как яйцо. И когда они стояли на контровом свете, на фоне окна, палка Сейдула и яйцо Фархад. Такая десятка стоит, цифра 10. Но самый лучший текст, который говорит Фархад. Он говорит, Сейдула, нас осталось всего трое, ты и я, да Джек Николсон. Это был очень-очень интересный опыт. И из-за того, что мы снимали эту картину, так вышло, что я встретился почти случайно. С Эмангади Тасмагомбетовым, тогдашним Акибом Астаны. Разговорились и возникла идея снять 20-летие независимости Казахстана. Фильм с казахстанскими режиссерами. Именно казахстанскими, потому что там и евреи, и русские, и казахи, конечно, естественно. И очень быстро мы эту картину сделали. 20-летие независимости. Президент ее смотрел. Кстати, «Возвращение в А» президенту показывали в 3D. Я думал, что он уйдет. Потому что вообще 3D-шкий фильм нельзя смотреть больше, чем час 15, а не короче 3D-фильмы. Тяжело. Посадили президента, одели ему очки, и вот он, ну, смотреть, как в него бомбы летят с гранатой. Понимаете? Потому что «Возвращение в А» есть в 3D, 3D-версия. Первый казахстанский фильм, который был сделан в 3D. Кстати, к разговору. Надо учиться казахским продюсерам прокатывать кино. Пока вот снимать умеем, а прокатывать еще нет. А это такая же профессия, не менее сложная – прокатать. Мало же, знаете, мало ли, мало сметаны наделать прекрасно. Надо ее еще как-то продать, понимаете? Иначе зачем все это было, если никто не видит кино? Вот. Ну, «Сердце моего Астана» – это, конечно, праздничный фильм. Это, конечно, комплиментарный фильм. Но вот это была задача этого фильма. Задача этого фильма была сделать фильм-праздник к большому празднику, 20-летию в зависимости Казахстана. Поэтому можно следующий сюжет – это маленький кусочек моей новеллы, самый конец моей новеллы из фильма «Сердце моего Астана». «Сердце моего Астана» – это канал «Сердце моего Астана». Ничего себе. Вот это да. Вот джинешок с подарками. Ну? Кто из вас, Айка? Я. Письмо получил. Вот, прилетел за тобой. Пошли. Так не бывает. Подождите. Давайте возьмем Беку. Беку. Беку, пошли. Ну что? Давай. Ну-ка, детки, залезайте. Беку, было. Беку. Тогда я еще не знал, что через 20 лет Ангелс станет астронавтом. Конечно, Астана уже другая, это было снято 5 лет назад, у нас с такой скоростью, каждый раз приезжаешь, она все другая. Алматы тоже, Алматы другая, я нескольких лет не был, ну не несколько лет, но она, ну да, вот, очень быстро все меняется. Как я сказал, меня Алексей спросил, реклама клипа после фильмов, мне вообще все равно. Клипы, реклама в любом порядке, я с большим удовольствием, и клипы музыкальные очень люблю, знаете почему? В музыкальном клипе все клеится всегда, потому что все скажут в такте, все клеится, можно снимать небрежно, абсолютно к вообще, ну в площадку не приходить, шучу, конечно, конечно, я был на площадке, это был очень сложный клип, мы снимали его с Валерией в Турции. Вот удивительно, к нам приехало 50 моделей девушек и 5 моделей молодых людей, ну вот, извините меня, что я в этой аудитории так говорю, ну как тут, может, Европа, да, Европа, ну, мы со всей Европы собирали модели, ну вот как можно, из пяти парней три геи, ребята, ну честное слово, ну куда, о чем мы говорим, из пяти парней три геи, ну правда, это модели... Мы говорили и собрали, не сантехников, там бы не было тут же. Вот я об этом не подумал, надо выбрать сантехников. Вот давайте последний сюжет и потом вопросы. Вот как раз мы сейчас уложились с моим разговором. А правда говорят, что вы там, чтобы звезд красивее сделать, прилагаете массу усилий? Ну там, фотошоп как бы, так-то они не очень, конечно, презентабельно выглядят. Вот я вам все расскажу, конечно. Ну, конечно, фотошоп, бьютифейс, масса программ там, да, естественно, да, да, но, понимаете, если говорить про мужчину, ну, бессмысленно вас говорить, если говорить про женщину, ну, женщина же все равно утром встает, умывается и красит, ну, как-то приводит себя встать. Ну, просто пока она это делает реально руками, а мы уже, поскольку мы продвинутые люди, делаем это виртуально. Все то же самое, в принципе. Вот. В заключение, дорогие друзья, я бы хотел сказать, что я очень люблю Казахстан. Я очень люблю Алматы, Алма-Ата, как вы раньше говорили. Я очень люблю Астану, я люблю все города, где я когда-либо, когда-либо что-то делал, снимал. Я очень бы хотел снять здесь еще, и может быть, ни одну картину, я думаю, что, уверен, что это получится. Вот. А в данный момент, вот я только что спродюсировал четырехсерийный сериал, именно не мыло, 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 да, мыльное опера, это снимается серия в день. Сорок минут в день снимается, экранного времени, то есть артисты не учат текст, у них идет этот самый сухлёр или что-то, они учить не могут, ну, сорок минут и невозможно выучить. А это все-таки сериалов. Вот. И вот сейчас приступаю к съемкам сам 12-серийного сериала комедийного на канале СТС. Вот. Молодежного, вообще не знаю, мне 50 лет. Молодой я тоже бегался посреди этих вот на модели. Думаю, что тут делаешь? Вот. Спасибо, дорогие друзья. Вопросы? Я с удовольствием отвечу. Да, пожалуйста. У нас вот есть, я так понимаю, свободный микрофон здесь в середине зала, поэтому вы можете проходить и задавать вопросы, чтобы это было всем удобно, всем слышно. Ну, а пока вы идёте, а, уже, пожалуйста. Добрый вечер, здравствуйте, рада вас приветствовать. Вопрос. Кто является вашим кумиром, у кого вы многому учитесь или продолжаете до сих пор учиться? Спасибо. Ну, спасибо за вопрос, как не создающийся кумир. У меня кумиров нет. У меня нету любимых режиссёров. У меня есть любимых фильмов парочку там. Вима Вендерсен, «Я бы на подверхлина». Вот мой любимый фильм. Он изменил моё отношение к Богу. Если вы кто-то видел этот фильм, «Небо на двери» – «Первый» – «Второй». Вот. А кто меня не перестаёт удивлять, удивлять, вот, то это папа с мамой. Правда, честное слово, потому что папа, папе под 80 лет, 78, вот, он по 40 километров на велосипеде ездит. Выпить не дурак, хотя, блин, ну, до 70 вообще не выпивал, что-то после 70. Ну, в хорошем смысле выпить не дурак, да. Вот. Работает, одновременно ставит два спектакля, снимает кино, но, причём без особых денег, то есть, так сказать, абсолютно занимается вот чистым творчеством своим, чистым творчеством, вне, вне коммерции. Вот. И, конечно же, мама, потому что я считаю, что вообще всё, что хорошее есть во мне – это от мамы. Вот что у меня хорошего от папы – это я авантюрист. Да. Я авантюрист, я вписываюсь в афёры, во всякие там, вот. Ну, там, со скинхеда миграции я не пойду, но кино буду снимать, да. Вот. А мама, вот, по-настоящему, так сказать, человек, который, вот, заслуживает удивительного уважения, невероятного своей стойкостью, собранностью, ценностью. Вот. Вот это моя мама. И чем дальше я живу, и, слава Богу, мама живётся, и, слава Богу, со мной, тем больше я это понимаю. Я прошу прощения, я вам хотел как раз про маму. А вы вот насколько… Ну, понимаю, вы можете сказать на 50%, но насколько вы чувствуете в себе казаха? И как это проявляется у вас? Я чувствую в себе казах всё то время, когда я не чувствую себя выпускником Кембриджа. А поскольку я давно уже закончил этот университет, то я всё реже и реже чувствую себя выпускником Кембриджского университета. Ну, как, во-первых, мама у меня казахская, папа русский с татарскими краями и так далее. Но я вообще считаю, что раньше, раньше это всё было одно пространство. Вот это Сибирь, там, от Монголии до Веркарь, понимаете, и наверх туда, до Рим. Это всё было одно пространство. Вот. Мама снималась всегда в казахских фильмах. В казахстанских. В русских фильмах. В казахских фильмах, да? Казахских фильмах, киргизских фильмах в Средней Азии. Снималась всегда. Поэтому наш дом всегда. Талимуш Акиев, Чникиз Айтматов, Асанави Ашимов. Как? С Акен... С Атыбалды... Нарабибетов, друг ближайшей моей мамы. Всё время казахи были у нас. Мама в основном снималась в Азии. Это непонятно. Много снималась. Много отсутствовало. Приезжала из Казахстана. Привозила вот такие коробки Апофта. Сейчас такого нету. Они лежали всю зиму. Как Артур. Поэтому я не могу сказать, насколько. Это же так. Это не как водка с соком. 50 водки и 150 соком. Когда ты больше казах... Вот ревнуй у кого какую-нибудь девушку? Больше казах. Канину вы едите? Канину. Канину? Да. Ем. Но я, верно, у нас объелся и потом очень плохо спал. Ну, значит, казах. Пожалуйста. Потому что объелся и плохо спал. Добрый день. У вас потрясающее чувство юмора. От кого оно у вас? От мамы или от папы? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Честно вам скажу. Не знаю. Ну вот. Вот. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Вы знаете, вот у дедушки моего Сергея Михалкова был потрясающий юмор. Он переписал гимн Советского Союза в третий раз. Значит, его приняли там политберезы, ККПСС. Там все, приняли. Ну, что надо ответить, зайти. Пришел в дом литераторов. В доме литераторов сидит уже хорошенький Евтушенко. А на этом, друзья, Евтушенко. Евтушенко через зал, вот как дверь там, к деду кричит. Сережа, опять ты такое написал? Гром. Гром. И как я? Гром. Деда отвечает. Ну, а слушать стоя будешь. Добрый вечер. Очень рада встрече с вами. Я молодой композитор. Меня зовут Ширанда Заргула. И хотела бы спросить, можно ли с вами посотрудничать и куда отправить музыку? Что-то вы воспользовались, сейчас положили. Сейчас все молодые актрисы. Давайте я вам напишу. Мы закончили, я вам умер напишу. Спасибо. Спасибо. Барьера состоялась, можно сказать. Здравствуйте, меня зовут Дина. Как вы относитесь к казахстанским фильмам и будут ли они интересны в России? Я вообще считаю, что в Казахстане очень серьезная традиция кино. И, может быть, если взять Советский Союз, кто помнит, были отдельные школы. Была Крузинская школа, совершенно отдельный кинематограф такой. И мне кажется, что казахстанская школа, казахская СССР тогда была, казахфин, одна из самых мощных была в Советском Союзе. Для этого есть объективные причины. Во время войны сюда эвакуировали Мосфильм. Здесь много лет работали геи. Эйзенштейн. Это не может не отложиться на тех людей, которые работали с ними и так далее. Работали с ними. Даже вот как у нас, там, мы не гений, но мы делали вот возвращение во очень сложная, технологическая была штука. Все ребята, которые работали у нас, очень востребованы сейчас в кино, вот здесь, в Казахстане. Естественно, я не видел последних фильмов казахстанских. Почему? По той простой причине, про которую я говорю. Очень часто мне жалуются казахстанские продюсеры. Сняли, вот посмотри, на казахском языке. Я посмотрел на корочество. Бери Кайджанов, Карлыгаш, легкая, такая смешная комедия. Мы не умеем продавать. Мы не умеем эти фильмы продавать в хорошем смысле этого слова. Что такое парадокс? Что такое касса? Даже в фильме, даже касса, касса, касса. Что такое касса? Касса – это количество людей. В конечном итоге касса – это количество людей, которые посмотрели картину. Вот. Но я считаю, что Россия и Казахстан в этом смысле, и, кстати говоря, Белоруссия тоже вполне подходит. И Кимгизия тоже вполне подходит. Должна создавать общее кинопространство. Общее кинопространство. Потому что мы потихонечку все уходим в свои истории. Вот. В свои истории. И перестаем быть интересными друг другу. Вот в чем дело. Надо находить способы делать такое кино, которое будет востребовано. Хоть как-то востребовано. Понимаете? Мой отец свою первую картину, которую он снял, первый учитель по Чингизу Айтматову с моей мамой в главной роли. Они получили приз в Венеции сразу же. Это, как бы так сказать, эта картина прозвучала. Она прозвучала на весь мир. Значит, можно было снять по Чингизу Айтматову, по кыргызскому писателю классику. Довольно, вернее, не довольно, а тотально арт-хаусное кино. И у этого кино была судьба. Я убежден в том, что в Казахстане есть режиссер, Рустэн Авдрашев, один из них я его назову, который сейчас про президента снимал картины. Я помню его вот пораньше картины, потому что я про президента только первый смотрел. Замечательные фильмы «Подарок Сталину». И у него полный путь вообще в мир на большие международные фестивали. Но у казахстанцев есть тенденция все-таки снимать не коммерческое кино, а такое не для всех. Не для всех. А можно ли в дальнейшем с вами совместно сотрудничать? Второй вопрос. Ну, послушайте, я вот видите как. Сотрудничаю уже. Сотрудничаю. Смотря что вы меня попросите сделать. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Женя. Я в Родисхи ТВ. У вас, по-моему, с Машей в Родисхи ТВ случилась такая история, что сделали в 2004-м, но вышел он только через пять лет. Почему в шесть? Да, это очень печальная история. Да, это «Наша Маша и Волшебный Орех». Я как режиссер должен был снять артистов для этого 3D-мультфильма. Снять лица артистов, чтобы потом по их классике мимики рисовали 3D-шних персонажей. Я его снял в 2004-м году, отдал материал продюсерам и уехал снимать «Победащую», «Победащую» и уехал снимать на «Валдай». А продюсеры начали перепродавать картину, улучшать, и пока они 6 лет, иначе никак не могли разобраться с этой картиной, график уже устарел. И, к сожалению, этот фильм был сделан в общем зря. В общем зря в том смысле, что он провалился, потому что он был уже устаревший. Но я хотя бы для себя какие-то вещи понял, как снимаются заготовки под 3D-анимацию, под графику и так далее. Для меня это эксперимент был, я же не модификатор. А из казахстанских кинематографистов с кем бы вы хотели поработать в будущем? Ну, во-первых, я бы очень хотел поработать опять с Бериком. С Бериком. Я правильно говорю? У меня две фамилии, поэтому я все остальные забываю. С Бериком хотел бы поработать очень. Я бы хотел поработать с Арманом Осеновым, который продюсер, как продюсером. Потому что я режиссер все-таки, да? Мне нужен или продюсер, да? Ну, в принципе. Или продюсеры, актеры мне нужны. Кстати говоря, вот с Ринатом Гайсиным с удовольствием, как с композитором. Хотя на Астане он с нами тоже поработал. Для одной новеллы он писал нам ролику. Да нет, я просто так и не могу ответить сразу. Потому что я, когда кастинг делал на «Возвращение вам», я всех артистов, замечательных артистов очень люблю. А замечательных у Саралини столько не было, столько замечательных артистов задействовало. Я очень надеюсь, что это еще все-таки впереди. Спасибо большое. Спасибо за счет рассказать. Здравствуйте. Момент такой, дай помню, что при запуске фильма «Сердце мое Астана» был разговор о фильме «О Балмаке». Что случилось с этим проектом? Сколько лет уже прошло до сих пор? Ничего не случилось. Слава Богу, плохого ничего не случилось. Но, к сожалению, не случилось и ничего хорошего. Как-то пока он, к сожалению, застаболился. Но, надо сказать, что конфигурация была следующая. Здесь наши патахстанские коллеги должны быть подготовить уже базу для фильма «О Балматы». Тоже новелли фильма «О Балматы». А мы уже должны были подсоединиться с Алексеем, это еще было Голубевым. На последнем этапе мы уехали снимать Баку. А здесь ничего не произошло, пока мы снимали Баку. То есть, как-то глупо сваливать на кого-то другого. Короче говоря, ничего пока не произошло. Но, слава Богу, он на нас стоит, поэтому кино это еще можно снять. Жалко, что этого не случилось пока. Но, может быть, лучше дождаться, когда закончится кризис. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам, как творческому человеку, всегда требуется вдохновение, чтобы что-то придумать, какая-то мысль пришла. Позвольте узнать, у вас это какое-то запланированное мероприятие, либо же оно к вам приходит всегда так спонтанно? Может быть, вы что-то делаете специально для того, чтобы поймать импульс и дальше работать? Спасибо. Мне кажется, что вообще, я не знаю, внутренние технологии, они разные могут быть. Вообще, самая простая технология – это, если тебе не нравится то, что ты делаешь, пусть тебе нравится, как ты это делаешь. И если тебе будет нравится, как ты это делаешь, то есть очень большой шанс, что тебе понравится, что ты делаешь. Но я вообще вдохновение не очень верю. Я считаю, что вдохновение – это 5%. Основная старательность и труд, собственно. У нас осталось мало времени. Это два последних вопроса, пожалуйста. Добрый день. Я хотел бы от творческого коллектива «Фотосафари» вот вопрос задать у нас тоже выставкой сегодня. Вы много путешествовали. И какая страна вас больше всего вдохновила? Природу. Да, вопрос о природе. Вы знаете, в Казахстане… Нет, у меня было несколько шоков. Я видел… Я прилетал на вертолете над самым большим вулканом на Гавайях. Ну, правда, меня тогда укачало и меня тошнило. Может быть, поэтому у меня так сильное впечатление произвело этот огромный кратер вулкана. И причем кратер, огромный кратер вулкана, оранжевый в нашу лава. И в самом центре, величиной со спичечную головочку, синенькая паладочка какого-то сумасшедшего туриста. В самом центре. Но он оранжевый не потому, что он горячий, он оранжевый потому, что, ну, лава, какой-то цвет, вот как в Чарлине «Красный каньон». Вот первое. Второе. Фьорды на севере Норвегии. У меня была одна картина, я очень викингов люблю, концептуально, цивилизацию викингов. И мы ездили на выбор натуре в северную Норвегию, и это феноменально красиво. Вот. Но собраны на одном, в одном месте невероятно сильные природные ощущения. Это, конечно, было здесь. Я сейчас не упомню всех мест. Это было в Красном каньоне, безусловно. В Красном каньоне. В Чарлине, по-моему, это. Это было, безусловно, Валтын и Мели. Это совсем на границе. Когда до горизона у тебя так, этот потрескавшийся белый, а потом потом синяя, а за синий герой розовая. И такое ощущение, что вот сейчас, вот, просто, вот, буквально минута, и оттуда какая-нибудь конница Чингисхана выскочит, вы тебя поскачет. Такие невероятные. Невероятные. Второе место. Третье место тоже в Казахстане я не помню. Я помню только... Возвращение в Агентстве этот кадр, но я помню только, что я вот так вот стоял и думаю, вот, если бы мне фотографию показали, я бы не поверил. Я бы подумал, что это графика компьютера. Вот я в глаза свои не верил. Вот такие желтые барханы, уходящие до горизонта. Я не помню, где это было. Но в Казахстане. Поэтому, если взять в одной отдельно взятой стране, то это, конечно, вот дикая природа Казахстана. Дикая природа Казахстана. Прошу вас. Авторское кино и коммерческое кино. Кризис пройдет. Что вы будете снимать? Я для себя выработал форму очень простую. Я был довольно часто и продюсером, и режиссером. Когда я режиссер, я ненавижу продюсера. Когда я продюсер, я ненавижу режиссера. И мне очень легко с этим жить. Вы знаете, поэтому я с удовольствием буду и снимать, и продюсировать коммерческие фильмы. И хочу заработать 100 миллионов долларов. И стать олигархом. С одной стороны. А с другой стороны, мне очень хотелось бы снимать маленькие фильмы, которые не должны были бы потом толкаться в очереди в прокат. А выходили бы напрямую сразу на телевидение, например. Поэтому и то, и другое. И то, и другое. Что мне ближе? Не знаю. Вообще, вы знаете, что такое авторское кино? Авторское кино – это кино, где автор делает то, что он хочет. Вот. У меня так получается, как правило. АПЛОДИСМЕНТЫ Тот человек, в принципе, хочет задать вопросы, и это последний. Здравствуйте. У меня вот к вам вопрос как продюсер. Мне хотелось бы узнать, если вот, учитывая вышесказанные вами слова насчет общего кинопространства между Белоруссией, Россией, Кыргызстаном, Казахстаном, снять сериал совместный о спасении сына Иосифа Сталина, Якова Джугашвили. И как бери, там, специальные группы, там, готовил, об этом не знал, ну, Сталина. Вопрос в чем? Вопрос в том, что вы, как продюсер, можете обратиться к киностудистам? Это предложение очередное, Егор. А, нет. Понимаете? Ну, вообще, мне кажется, что… Спасибо. Да, спасибо. Вообще, телевизионное кино – это отдельная штука. Просто очень часто людям кажется, что, послушайте, у меня такая история, да это же сейчас оторвут с руками. А ты приходишь на канал, а они говорят, ты знаешь, у нас женщина не должна быть красивой в сериале. Я говорю, почему? Ведь не надо. И муж же не должен быть красивой. Не надо. И вот богатых людей не надо показывать. Они не любят. И слишком бедных не надо показывать. Они тоже не любят. И вот, чтобы дети там… Ну, не надо, чтобы они там курили. Не-не-не-не. И когда ты потом записываешь, что от тебя хочет канал… А кто вас смотрит? А нас смотрят женщины 50+. Ну, порядок. Но мы хотим привлечь к нам и девушек 15+. Вот. И в результате получается вот то, что мы имеем на телевидении. А что мы имеем на телевидении? Мы на телевидении имеем. Канал решает, кто его аудитория. И думает, а, вот мы так не аудитория. А аудитория – это то, что называется YES. Да? People how it. И взаимно телевидение, взаимно с аудиторией друг друга обедняют, если хотите. Обедняют. Потому что телевидение – это, конечно, в первую очередь деньги. Деньги и только деньги. Если не будут смотреть сериал, не будет рекламы. Не будет рекламы – не будет богатых телевизионщиков. Вот. А поэтому телевидение – это как бы на телевидении сделать что-то творческое гораздо труднее, чем в кино. С одной стороны. Просто концептуально. В кино сделать труднее, ну, чисто по финансовым причинам, тоже трудно. Вот. Но, во-первых, должна быть, должен быть сценарий. Должен быть сценарий. Хотя бы заявка сценария, чтобы… Потому что, так сказать, ну, сколько замечательных историй. Я вот тоже раньше думал. Ну, посмотрите, Чингис Хан, Александр Македонский. Снимаем фильм, смотрят. Трое, да. Давайте тамерись с ними. Нет. Не надо никому тамерись. Почему? Ну, потому что нас интересуют европейские герои или хотя бы страшные злодеи из Азии. Кстати говоря, всех азиатских, всех великих людей считают завоевателями, да, там и так далее. Или хотя бы и так вот противоречивыми людей. Вот. Поэтому идей очень много. Но, конечно, просто ее… Взять и… Вот посмотрите, какая идея, возьмите ее. Это невозможно. Нужно эту идею оформить во что-то, чтобы это было не просто три слова, а чтобы это было все-таки действительно идея, написанная на бумаге, которую можно дать кому-то. Он читает и говорит, да, интересно, мы нанимаем сценариста за серьезные деньги, чтобы он начал нам писать эту историю, гнуть ее под наш канал. Но вот если про Иосифа Сталина, то это… А если про российские каналы, я не знаю, про казахстанские или про российские каналы, это могла бы быть, там, наверное, звезда, могла бы быть культура, могла бы, может быть, РЕН-ТВ могла бы быть, там, и так далее. Но я очень хорошо понимаю, что сейчас нужно телевидение, потому что встречаюсь все время с продюсовыми телевизионными. И это печально, если честно. Это довольно печально. То, что сейчас как бы востребовано, это довольно… На меня производит довольно удовольчающее впечатление иногда. Поэтому я предпочитаю телевизионные снялы, продюсисты. Ну и уж совсем в завершение у нас есть блиц. Несколько вопросов, коротких и коротких ответов. Вы не против? Ну, поехали. Если бы вы поймали золотую рыбку, то какое бы желание загадали? Одно. Это Анекдот. Что-то все было. А ничего нет. Я говорю, так все было. Какие фильмы на ваш взгляд должен посмотреть каждый? Я думаю, что у каждого фильмы свои. Для меня вот два фильма, которые для меня произвели сильнейшее впечатление – это, как я сказал, когда мне было 20 лет «Небо над Берлином» Рима Вернерса, а когда мне было 19 лет, это «Берлики» и смотрели Рима Вернерса. На какой вопрос вам хотелось бы самому ответить, но его вам никогда не задают? Как вам удалось? Как вам это удалось сделать? Вы гений! Как вы воспринимаете критику в свою армию? Терпеть, не могу критику. Послушайте, я что, идиот, что ли? Я люблю, когда меня хвалят, никогда ругают. Какой был самый лучший или значимый подарок в вашей жизни? Тотика. Санкции Запада как-то повлияли на вас или вашу семью? Коротко. Но Михалкову в Украину все летели въезд. Он рыдает. Но вам можно, да? Мне можно, но не нужно. Советский Союз – это зло? Советский Союз – это цивилизация. А в цивилизации есть и зло, и добро. Вы любите Путина? Да. Что значит «люблю»? Я не растихаюсь по дивану, но отношусь к большим уважениям. Так вы разошлись со своей женой или нет? Такое. Егор Точеловский. Дорогие друзья, мы ищем выбор это. И вот совсем все сейчас будет через несколько минут. Я приглашаю просто на сцену завестителя исполнительного директора фонда первого президента Сергея Тельмановича Токтаква. С приветственным словом. Не совсем правильно, извините, это неприветственное слово. Прощай. Я не буду Егора Андреевича ни ругать, ни критиковать. Я хотел бы, чтобы мы все сказали ему большое спасибо. И в честь нашей встречи мы от имени фонда вручаем вам с тылу фонда первого президента. Давайте посмотрим. Нам все хотелось. Егор Точеловский. Всем спасибо большое. Всем спасибо большое. Игорь Негодом. К Schiedermарк. Это песни скорой. Когда истетия, порядка. Это чтоб не умирет, будем не обижу, σει ли ли он cosine чего лопатом. Добавляем. Нет это песни. Things Applicам и Парач activities с дальнейrones по нему. Продолжение следует...